МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Романом Бересневым, руководителем Федерации профсоюзов Кировской области. И именно к этой теме мы приурочили опрос на сайте эхакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Мы вас спрашиваем, какая у вас зарплата полностью белая, частично белая, полностью в конверте. То есть серая, да, это серая. Голосуйте, признавайтесь, рассказывайте. Мы этот опрос будем озвучивать во втором часе. Ты знаешь, я думаю, гость наш придет, мы с ним разберемся. Мне все-таки кажется, что полностью в конверте это черная зарплата. А серая, это та, которая частично белая. Но мы у Романа Береснева об этом спросим. Ну, так надо было так, белая, серая, черная. Мы вчера думали. Нет, но это мое предположение. Это мое предположение. Разберемся. А в первом части мы... Вот уже гости у нас здесь в студии сидят. Игорь Багин, участник велоконгресса. Представитель сообщества Красивый Киров. И проектом Можно с велосипедом. Игорь, добрый день. Добрый день. Антон Абатуров. Почему ты участник другого велоконгресса? Сейчас разберемся, в каких велоконгрессах. Мне кажется, это тот же самый. Они на двух разных площадках проходили. Но это у нас же догадки. Сейчас мы спросим у наших гостей. Да, естественно, мы будем говорить о том, что ребята съездили как раз на шестой международный зимний велоконгресс. Один был в Москве, я знаю, человек. А другой был в другом городе совершенно. Как он называется? Альмитик. Да. Потому что это самый велосипедный город нашей страны. И причем он не южный вообще далеко, этот город. И он вообще от нас не очень далеко. Совсем недалеко. Да, мы же съездить посмотреть. Вот кто-то съездил и посмотрел. Я так понимаю, Антон Абатуров съездил и посмотрел. Ну и, кстати говоря, мы давно планировали эту тему, надо сразу сказать. Но так получилось, что она как раз хорошо ложится еще и на вчерашнее мероприятие, которое прошло в Герцинской библиотеке. Это мероприятие называлось «Скажи, что не так», где под эгидой Общественной палаты Российской Федерации мы должны были вроде бы как обсуждать какие-то проблемные вопросы. Вот потому и называется, что не так. Потом нам объяснили, что мы еще кроме проблем должны, можем, хорошо бы, чтобы мы делились практиками какими-то успешными. В общем, так случилось, что очень много у нас оказалось общественников выявилось в городе Кирове. И большая часть не смогла представить свои позитивные практики, предложения и замечания. Времени не хватило. Не хватило, правда, реально времени. Вот. А хотелось очень высказаться, потому что там был и господин Фадеев, который представляет Российскую палату, и господин губернатор Васильев Игорь Владимирович. И уж когда видят губернатора, еще и министров там сидящих, всем сразу хочется про боль сказать. Вот почему-то такая реакция у нас у всех заметили, да, ребят? Как видим губернатора или президента сразу про больное что-нибудь. Мы вас любим. Ну, пожалуйста, еще вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, короче, друзья, есть возможность, мы ее всегда предоставляем в нашем эфире, уж тем более заинтересованным, вовлеченным горожанам рассказывать про свои проекты, разбираться, что не так. И вот сегодня мы как раз Игорю и Антону предлагаем наш эфир для того, чтобы мы еще раз поговорили о том, как движется вся страна в части развития велоинфраструктуры, и где мы сейчас находимся, какие у нас есть предложения, и какие у нас есть проблемные точки, можно сказать, что вот вчерашняя нехватка времени компенсируется сегодняшним эфиром. Давайте начнем с Игоря. Игорь Багин, напоминаю, сообщество «Красивый Киров», проект можно с велосипедом. Игорь, а ты был в Москве, да, вот как раз был на этом шестом международном зимнем велоконгрессе. Да, все верно, основная программа велоконгресса проходила с 8 по 11 февраля в Москве. Первые три дня это была образовательная такая часть, воркшопы и так далее. Давайте поршифровывайся. Можно, странные слова. Ну, рабочие такие встречи, то есть мы там уже конкретно накидывали какие-то планы, работ. Ну, конкретно я помогал там модерировать площадку одну по строительству коллективных велогаражей, то есть рекомендации по безопасности, по устройству этих велогаражей. И будем потом собирать вместе с ребятами, которые в этом воркшопе принимали участие, прям руководство такое для городов, как велогаражи эти можно у себя там дома организовать. Ну, а в последний день был велоаппарат, на котором я не присутствовал. Он уже уехал в зимний велопарад в Москве. Ну, вообще, тут надо сказать еще, что вот этот зимний велоконгресс международный, он проводится каждый год в каком-то новом городе. И вот ребята из Москвы добились того, чтобы этот велоконгресс... Каждый год в новом городе мира. Да, да, да. Добились того, чтобы этот зимний велоконгресс прошел в Москве. Удивили они там организаторов своим велопарадом, который у них прошел в прошлом году при погоде минус 27 градусов. Оценили их жертву организаторов. На следующий год этот велоконгресс в следующем году пройдет уже в Канаде, в Калгари. То есть это была такая... Там тоже не очень тепло, я скажу. То есть это была такая хорошая возможность для администрации наших городов российских послушать как раз опыт других зимних городов, там из Канады, из Швеции и так далее. Да уж, потому что в Канаду-то, конечно, проблематично. Да, проблематично. Оттуда, Москвы, два часа лета и, в принципе, и там самые современные вот эти практики, все можно было услышать, поговорить, обсудить. Но, насколько я знаю, правительство Кировской области отказалось ехать на этот велоконгресс. Посчитали, видимо, ненужным. А из администрации отправили вот одного представителя, в общем, очень хорошо. Кого? Специалиста управления спорта, молодежной политики. А кто это? Андричков Артем. Так, вот надо было. А Артема в нашем эфире еще не было, да. Ну, мы позовем. Хорошо. Ну, я не знаю, придет он или нет. Есть ли у него такая возможность от лица администрации там высказывать какие-то идеи. Ну, как же, если он специалист. Это городская администрация. Это городская администрация. Ну, да, он ведущий специалист, но он не лицо, которое принимает решения, поэтому сложно, наверное, будет. У нас как-то странно, посылает человека без решений, без мнений, без всего, что ли. Ну, мы разберемся. Ну, понятно, в администрации там предоставил отчет, куда он там сходил. Ну, хорошо, что хотя бы кто-то съездил. Ты понимаешь? Это было удивительно. Мы читали в Фейсбуке как раз, Игорь, у тебя, что ты об этом написал, и это было классно. И хорошо бы услышать от администрации, как они эту информацию восприняли. Но мы поговорим об этом в какой-нибудь следующей передаче. Ну, да, это уже позже. Наверное, в конце марта, может быть, будет еще встреча там в администрации уже по проектам, которые там Артем может предложить. Вот. Но это уже позже. Ну, вот, в принципе. Вот такая история. Это было в Москве. Да, мы еще туда углубимся все равно. Про другие воркшопы тоже, кроме гаражей, должны мы разобрать и предложения там в картинках показать. А Антон Абатуров ездил в Альметьевск. Да, все верно. Это удивительный совершенно город. Кто еще не видел ролики, которые этот город сам про себя снимает, welcome на YouTube. И смотрите, как там тоже в зимнем городе устроена велоинфраструктура. Ты туда зачем поехал? Ну, началось все еще в конце прошлого года, когда они открыли сбор заявок на тех, кто поедет в Альметьевск. То есть там было изначально 30 мест, которые они оплачивали. Ну, имеется в виду там проживание и вообще эту группу набрать. И проезд. Нет, проезд туда не ходил. Проезд сами, понятно. Давайте сразу обозначим географическую точку на карте. Значит, Альметьевск находится, это вообще республика Татарстан. Он находится 260 километров от Казани на восток. То есть от Кирова. Ну, вот я ехал на автомобиле, у меня где-то 700 километров заняло это. Вот. Город такой нетеплый, я бы сказал. То есть как у нас климат там. Там у них даже горнолыжный курорт свой есть. То есть что подтверждает, что у них не очень тепло. Что у них зима. Да, зима у них. Вот. И город этот сам прославился тем, что он так капитально подошел к вопросу строительства велоинфраструктуры. И в частности они построили связанную сеть велодорожек, именно связанную. То есть на уровне города они эту концепцию разработали. И начали воплощать ее в реальность. Причем это были не какие-то велополосы, обозначенные, например, разметкой на проезжей части, а именно выделенные велодорожки отдельно от тротуаров, отдельно от проезжей части. И причем такой нормативной ширины 2 метра 20 сантиметров. То есть могут разъехаться даже. Да, двухсторонние сделаны. Потому что в некоторых городах у нас делают их метр 50 примерно. То есть и получается двухсторонние не очень удобно. То есть можно зацепить человека, который тебе навстречу. Или за седнюю машину. Ну да, если вдоль дороги сделаны. Вот в Альметьевске именно, что отдельно от дороги. Причем у них... Ну у них все-таки есть там и велодорожки, велополосы вдоль проезжей части. Да, есть у них вообще вариантов много. Мы разберемся, подождите. Так они сделали связанную сеть велодорожек. И теперь, значит, они своим опытом делятся, я так понимаю. И для этого пригласили вас 30 человек нынче зимой к себе. Да, все верно. Именно для того, чтобы другие города тоже могли перенять их практики. Они именно открыли вот такое, что ли, собрать всех решили и показать, как у них это все сделано, как это происходит. По какому принципу отбирали? Что от вас требовалось? Ну, там была небольшая анкета, то есть информация о себе, там фамилия, имя и такая строчка, где нужно было расписать, почему именно вы должны поехать туда. Мотивационное письмо ты называешь. Интересно, что ты там оказал. Ну я там написал такой довольно большой текст, чем я занимаюсь, чем мы в Кирове занимаемся, что мы уже там достигли по велосипедной тематике. И они мне потом ответили, что вы приняты, приезжайте. То есть на этот конкурс вообще подаваться могли со всех городов России, то есть заявок там было довольно много, ну и, не знаю, может быть, мне повезло. Из каких городов еще приехали ребята? Там приехало довольно много. Приехали вот из Белгорода приехали, приехали из самой Казани, конечно, приехали из Петербурга, из Москвы. Ну, довольно большая география была, плюс еще 8 человек было зарубежные эксперты, то есть это из Европы они, из Канады в основном приехали. А они приехали опытом делиться или тоже смотреть, что происходит в Альметьевске? Они скорее приехали посмотреть, как велосипедная На первый в России город с велоинфраструктурой. Да, потому что в их городах уже есть какая-то такая же инфраструктура, они приехали посмотреть, как у нас сделали хуже, лучше, ну и мы с ними же на велосипедах там ездили, отсматривали все, как это сделано, вот и сразу там советами делились, что вот тут не так, а вот это как здорово сделано, у нас не так сделано. То есть, ну такой объективный был взгляд на вещи. Слушайте, мне интересно, велосипеды вы сами везли? Или вам предоставили? Нам предоставили велосипеды. Все, это значит, волоценный визатор. Там, по-моему, работает велопрокат, и на зиму он не закрывается. Вот, сейчас мы разберемся. Так, мы презентовали просто, куда вы ездили, в каких точках нашей страны побывали, кто там с вами был, а после короткого перерыва уже подробности. А вот с этого, Аня, я и хотела начать с того, что ты сказала, Аня, сказала в перерыве, что 700 километров до Альметьевска, неужели трудно там чиновнику съездить и посмотреть, как устроена велоинфраструктура. В Альметьевске, кстати, кто-нибудь бывал из наших, не знаете, из администрации города? Нет, это вряд ли. Вот. И, а что нам говорят, когда про велосипеды мы заводим разговоры? Нам говорят все, включая, кстати говоря, и губернатора, когда мы задавали этот вопрос, у нас же зима, какие велосипеды? Ну, так мы и говорим, что зимний велоконгресс, есть Альметьевск, где тоже зима. Ну, вообще очень странно, на самом деле. Российский город, между прочим. Есть канадцы, которые приезжают, есть шведы, есть финны, есть вся северная Европа, весь север Англии, чуть не сказал Африки. В Африке, наверное, не очень с дорожками, но хотя нет, в курортных городах есть. Давайте мы как раз с Альметьевска и начнем, потому что я знаю, что Игорь очень подробно изучал, если там не воочию, там сам побывал, посмотрел, то в интернете точно, сейчас Антон там побывал. Давайте про Альметьевск начнем и потом уже перетечем на другие практики. Итак, когда там все началось, они же вам рассказывали, кто был идеологом вообще внедрения велоинфраструктуры в городе Альметьевске? Ну, началось это там, насколько я понимаю, строительство самого уже в 2015 году. Инициировал его сам мэр города Айрат Хайнули. Началось все с того, что он вообще перешел на этот пост, он довольно молодой, ему 35 лет. И мы его спрашивали, вот у нас была конференция, где мы все собирались, и он в первую очередь уступал, презентовал город и, собственно, почему они вообще это начали делать. Потому что у всех был вопрос, вроде бы город небольшой, довольно далеко, северный, зачем? Сколько там населения? 150, по-моему, тысяч. Да, 150-200 тысяч там населения. И они на самом деле довольно качественно подошли к этому вопросу и провели статистику, взяли данные, которые собирают у них департаменты и министерства. И у них так получилось, что это самый такой город, в котором количество автомобилей больше, чем количество жителей. То есть он очень автомобилизирован сильно. И из-за этого экология у них страдает, и, соответственно, на здоровье их жителей сказывается. Они подсчитали, чтобы компенсировать вред, приносимый автомобилями, нужно посадить 600 гектаров деревьев в городе. И физический такой объем просто негде посадить. И тогда они решили посмотреть другие практики и посчитали, что если они 5% населения с автомобилей пересадят на велосипеды, то это будет соразмерно высадки вот этих 600 гектаров деревьев. И такую цель они поставили себе. На данный момент они посчитали, что у них 2% населения уже велосипедами пользуются. Они не скрывают и говорят, что это только в летнее время. Зимой объективно будет людей меньше ездить. Ну и понятно, что не каждый раз. То есть если человек едет с большими покупками в магазин, наверняка он все-таки едет на автомобиле. Все равно 2% населения. Это очень хорошо. Это довольно много. Там начиналось, по-моему, с 1,1% процента. Да, там одна десятая была процента, и вот сейчас они дошли до 2%. И они тоже поступили довольно грамотно. Они не сами стали разрабатывать эти велодорожки, а заказали проект у европейского организации, Копенгаген Айс называется. Миккель Колвилл Андерсон приезжал к ним лично. То есть они смотрели, где проложить, как проложить. Из Копенгагена? Да, из Копенгагена. Ну и там в интернете фотографии тоже ходят, где он ходит с лопатой, помогая там якобы. То есть они очень грамотно проработали. Еще пропиарили это все. Да, еще пропиарили. Проработали очень грамотно. И плюс еще мэр нам рассказал, что сам город устроен таким образом, что у них есть довольно много буферных зон, где можно велодорожки эти проложить. То есть у них идет проезжая часть, потом большой газон, метров 8-10, и потом тротуар. То есть так очень много мест у них в городе сделано. И за счет этого они решили, за счет этого пространства, сделать там велодорожки. Зеленый город, Альметьевск, 10 метров газонов, да, между тротуарами и проезжей частью. Это довольно молодой город, и, видимо, они уже на этапе проектирования заложили такую структуру. Но, конечно, не везде у них велодорожки выделены. То есть есть места, где они идут рядом с пешеходной, либо рядом с проезжей частью. Но довольно много мест сделано очень качественно. Например, если велодорожка идет рядом с чем-то, она по уровню отличается. То есть она идет выше, например. Или если рядом с проезжей частью или какой-то парковкой, они ее отделяют либо столбиками, либо цветом отделяют. Синим цветом обычно они проезды выделяют и вот такие места. То есть мне было очень непривычно видеть. Вот мы ехали по велодорожке, и она вдоль площади подходит. А вдоль площади, как часто бывает, автомобильная парковка. И идет велодорожка, она немножко уходит в сторону, и идет вдоль бордюра, которая на площади. И слева стоят автомобили. Не на дорожке она ничем не огорожена, она просто разметкой обозначена. Они как, кстати, это комментировали? Потому что историю того, что велосипедисты будут мешать пешеходам, пешеходы-велосипедистам и автомобилистам, вот эта вот каша только ухудшит ситуацию на дорогах, безопасность. Как они с этим боролись? Да, у них, конечно же, был этот конфликт на самом первоначальном этапе. И он потом вылился в итоге в другой момент. То есть люди, конечно, сначала не понимали, зачем нам велосипед. У нас автомобиль есть. И вообще Альметьевск город довольно богатый, это город нефтяников, то есть у них там очень много нефтяных вышек, вот, и за счет этого он, в принципе, и живет очень хорошо. И за счет этого у каждого не один автомобиль. Да, за счет этого не один автомобиль. Ну, собственно, из-за этого и есть средства на строительство велодорожек. Вот нам привели такой пример, что у них есть планы на каждый год сколько километров велодорог они должны построить. И на 17-й год у них было порядка 100 километров, но построили они всего 58. Мы таки смотрим. В чем дело? Всего 58 километров велодорожек. Да, для сравнения нас с Кировой. Не справились. Да, уличная дорожная сеть порядка 700 километров вроде бы составляет. А у них только велосипедная инфраструктура уже там за 100 километров перевалила. Так вот, почему они всего 58 построили? Они велодороги делают довольно качественно и со всеми нормами, чтобы там вода не собиралась, чтобы было снег легко убирать и обслуживать было просто. И техника тоже могла проехать, ее не продавить. Вот как только они сделали такие качественные велодороги, по ним стали пешеходы ходить, конечно же. Потому что они намного лучше, чем некоторые тротуары, где ямы есть. И, соответственно, к ним посыпались жалобы от людей. Типа, а почему вы для них сделали? Мы там хотим ходить, там же лучше дорога. И тогда что делать? Пришлось делать тротуары. Да, пришлось делать тротуары. Отлично, слушайте, это хорошая идея. Я тоже хочу велодорожки скировать. Вот, оказывается, с чего нужно начинать. Вот они зачем. То есть вот они, вот эти вот остатки километров от 100, которые у них остались, потратили эти деньги на ремонт тротуаров. И действительно у них по велодорогам практически не ходят. То есть у них идет велодорога через несколько метров газона, тротуары, идут все по нему. То есть они примерно в одинаковом состоянии поддерживаются. То есть зимой прочищают. Вот я хотела спросить, это важно. То есть дороги почищены, и велодорожки почищены, и тротуары почищены, и проезжая часть почищена. Хорошо, да? Да, довольно неплохо все чистят. Но я думаю, что было какое-то дополнительное усилие сделано перед нашим конгрессом. И почистили велодороги. И трактор там ездил специально перед камерой дополнительно. А туристов у них поприбавилось? Не рассказывали? У них, по-моему, не очень много отелей в городе, и туристам просто негде жить. Туристам просто негде жить. То есть это тур выходного дня какой-то может быть. Да. Давайте мы к московскому велоконгрессу. Вот опыт Альметьевска там тоже разбирался? Да, разбирался. Мэр выступал и говорил. Они как раз проводили в 2017 году исследование. Вот Антон говорил там насчет здоровья, экологии и так далее. Они выяснили, что у них вот в этом году снизилась действительно смертность и снизилась там заболеваемость. Всего за три года работы? Да. Конечно, ну, как говорит мэр, что там вводились какие-то еще мероприятия в сфере здравоохранения и так далее. Но они сравнили свой город с другими городами республики. И оказалось, что в их городе смертность намного сильнее, в общем, снизилась, чем в других городах. Где тоже проводились мероприятия. По здравоохранению. Да, да, да. И он конкретно это связывает с развитием велоинфраструктуры как раз. И, в общем, делают упор на то, что велосипед – это транспорт долгожителей. Но сам мэр, конечно, тоже крутит педали. Ну, да, естественно, ездит. Но, я думаю, и машина у него тоже есть. Может, даже и не одна. И смотрите, какая интересная вещь. Конечно, когда приезжает мэр нефтяного города и рассказывает, как это здорово строить велоинфраструктуру, люди из других городов говорят – хорошо вам, у вас нефтяные вышки. У вас нефть. Где взять деньги? Вот вопрос финансирования велоинфраструктур, строительства в городах России. Дорожек разбирался на Конгрессе? Ну, разбирался, может быть. Но я там на таких встречах не присутствовал. Там был круглый стол представителей администрации и так далее. Были несколько параллельных секций. То есть невозможно было попасть везде, везде сходить. Ну, везде, конечно, было интересно. Но, насколько я знаю, в Ульяновске очень давно уже там от бюджета транспортного всего 1% на велоинфраструктуру выделяют. Да, верно. В других городах там подобно. То есть заносится в бюджет статьей. Да, какие-то подобные истории. В общем, есть. Что-то хотел еще сказать на эту тему. Вот это что-то связано все равно с городом Кирова. Потому что... Да, вот такой нюанс насчет как раз денег, финансирования и так далее. В общем, есть такая теория решения изобретательских задач. Ну, наверное, слышали, да? И, в общем, там смысл в том, что нужно найти идеальное решение какое-то конечное. И оно заключается в том, что не нужно ничего делать дополнительно, чтобы это решение найти. Ну, то есть прилагать каких-то усилий специальных. Нужно просто устранить вредное воздействие и добавить полезное. То есть в рамках развития велоинфраструктуры это обозначает, что мы должны сделать дороги настолько безопасными, чтобы не нужно было строить велополосы и велодорожки. То есть по рекомендациям даже европейских организаций, пресса и так далее, они советуют там, где это возможно, делать смешанное движение. То есть просто, может быть, где-то повесить знак и так далее, чтобы люди воспринимали проезжую часть как безопасное место, где они могут наравне с автомобилями ездить на велосипеде. То есть у них разница в скорости будет не очень большая. Они будут все там в зоне видимости друг у друга. И поэтому довольно безопасно будет ездить на дорогах. На этом основана... Прости. Да, пожалуйста. На этом основано твое предложение, которое ты вот уже долгое достаточно время пытаешься разобрать с чиновниками. И до сих пор, насколько я знаю, не встречались и не разговаривали. Какое предложение? А вот мы сейчас после перерыва это как раз предметно обсудим. И надеюсь, что после перерыва сразу к нам подключит Ирину Рубцову, начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Кирова. Потому что Ирина Васильевна, буквально вчера мы были у нее на приеме, поздно работает, вся мэрия уже была закрыта, Ирина Васильевна была в кабинете. Мы как раз с Григорием Долгих, с президентом Федерации велосипедного спорта заехали, чтобы он посмотрел тоже документацию, которую Киров разрабатывал в свое время. Ребята с ней ознакомились на одном из совещаний, которое было у Шугина как раз, когда мы разные проекты представляли. Тоже с удивлением увидели, что вот есть такая, значит, какая-то была документация разработана. Короткую справку хотим получить после перерыва. А дальше уже Игорь и Антон расскажут, что для Кирова предлагается. Мы говорим о перспективах развития велоинфраструктуры в России и в нашем городе в частности. И сейчас связались с Ириной Васильевной Рубцовой, начальником управления градостроительства и архитектуры администрации Кирова. Знаем, что идет совещание серьезное. Короткую справку сейчас получим. Ирина Васильевна, вы с нами на связи? Да, я на связи. Добрый день. Спасибо, что вышли с нами на связь. Пожалуйста, расскажите, когда и как разрабатывалась концепция велоинфраструктуры в Кирове? Начали мы такую работу в 2012 году. К 2013 году у нас подготовлена концепция. Устроить велосипедные связи юго-западного района в центральной части города, северная набережная и вдоль набережной реки Вятки с Новым Ново-Лярским районом. Часточность концепции заключалась связать туристические маршруты города, рекреционные зоны и историческую часть города. Сейчас концепция готова. В принципе, она была продемонстрирована заинтересованным лицам. Предложения могут поступать по этому поводу. Ну и в дальнейшем требуется разработка уже серьезной документации с тем, чтобы практически реализовать ее. Ирина Васильевна, еще пара таких вопросов дополнительных. Концепция предусматривала строительство новых велодорожек или выделенных полос? И такое и такое решение было. Но поскольку мы говорим все-таки о рекреации частично появлялась, но частично все-таки по улицам существующим необходимость такая и есть. Мы видели вчера, что и стоянки тоже были обозначены, велопарковки. Да, велопарковки были с тем, чтобы можно было доехать до парка, поставить велосипед, припарковать, прогуляться по парку. То же самое с исторической частью города. Ну и надо сказать, что эта концепция была показана Илье Вячеславовичу Шульгину в прошлом году на одном из наших собраний. То есть он в курсе? Да. Спасибо. Спасибо за эту справку. Ирина Рубцова, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Кирова. Ну, можно, да, отключить, возвращаться нам в эфир. Мы ее видели, эту концепцию. К ней есть замечания у велосипедистов, я так понимаю, да? Ну, да, я бы хотел подробнее эту концепцию рассмотреть, но сделать это было, конечно, невозможно. На сайте администрации ее нет. Не выложила, а получить. То есть это большой альбом, он у них распечатан в электронном виде. Ну, они, по идее, могут ее предоставить, но вот я, Ирина Васильевна, попросил этот проект показать, ну, как-то скинуть на электронную почту. Он не отсканирован, судя по всему, мне кажется. Ну, видимо, она ничего не ответила, то ли письмо не дошло, я не знаю. Не дошло точно, мы у нее вчера спрашивали. Но проблем никаких нет, чтобы поехать и поработать с этой документацией. Что-то какой-то звук у нас все-таки в эфире есть посторонний. И звук? Нет, я не слышу. У меня, значит, что это наушники. Ну, это, естественно, нужно время. Но поскольку эта концепция старая, 2012-2013 года, конечно, к ней могут, я думаю, и будут какие-то претензии. То есть основное — это принципы, по которым она разрабатывалась, как эти велодорожки проходят и так далее, как это связано вообще со всей транспортной системой. То есть тут надо с этим разбираться, ну, с основами, на каких принципах они строили эту велосеть и так далее. Потому что, насколько я там знаю, читал какой-то опыт другой, советуют связывать не какие-то там отдаленные районы в первую очередь, а в небольших микрорайончиках делать велосеть, чтобы детям было удобно до школы доехать, ну, какой-то безопасный маршрут. Кому-то там, не знаю, на учебу доехать, в магазин, ну, вот короткие перемещения. А потом уже, если в отдельных районах будут веломаршруты именно удобные, не просто какие-то дорожки отдельные, а именно маршруты, то их уже потом можно связывать уже там другой велодорогой, ну, между собой. Что в ваших предложениях, которые вы собрали и представили в виде 70-страничного такого дела практически, я знаю, что оно есть точно у Шульгина. Кому еще передавали? Ну, наверное, есть в Министерстве транспорта Кировской области. Так, то есть у Поршнева. Ну, в принципе, этого достаточно. Не знаю, кому они давали же почитать. Семаков читал, который Вячеслав Николаевич. Или Олег Семаков. Олег Вячеслав. Сейчас возглавляющий департамент. Да, то есть он с этой концепцией знакомился. Вот Артему как раз я скидывал, представитель администрации, который я сделал на велоконгресс. Что в ней? Что в ней тезисно? Тезисно, конечно, попробую рассказать. Там предложение по развитию общественного транспорта, велоконцепция описана. То есть как, что это делать. Потом какие-то меры по регулированию скоростного режима в городе. На изменение там. То есть снижение. Давайте. Вот вчера хорошая фраза прозвучала как раз от Васильева. Я с ней совершенно согласна. Не какие-то и как-нибудь и так далее. Давай на конкретных примерах. Мы все не расскажем сейчас, но хорошо бы услышать, что конкретно предлагается. Можно начать с того, что, допустим, есть сейчас программа «Безопасные и качественные дороги». Мы говорим о том, что велосипедистам в первую очередь главная безопасность. То есть о безопасности в нашем городе говорить сложно. И реализация этой программы все-таки не сделала наши дороги безопаснее. И я посмотрел статистику позавчера. За 2017 год на дорогах Кирова погибло на 35% больше людей, чем в 2016 году. То есть это вот... Без всяких велосипедистов. Да. Подождите, это какая-то безумная совершенно цифра. По-моему, что-то это вот как-то не так. Нет? Ну, нет. Это достоверно цифры на сайте ГИБДД. Они ведут эту статистику. Все там описано. То есть так действует наша программа. Такого не было ни в 2016, ни в 2015, ни в 2013 году. То есть там было порядка 32-33 погибших. Тут 43 человека погибло. И вот самое интересное то, что во второй половине года, когда уже ремонт закончился, погибло столько же человек почти, вот как за 2016 год. А это вот то, о чем когда-то говорили городские власти. Не будем мы вам ремонтировать дороги. Потому что вы погоняете. Вот скоростной режим, кстати говоря. На открытой линии с начальником ГИБДД я это обсуждал, ему звонил. В прошлом году тоже, когда там программа начиналась, когда были публичные слушания по обсуждению, пока запускали там программу комплексного развития транспортной инфраструктуры. Эти предложения все я хотел озвучить. Как раз с этого началась разработка концепции. Но вся программа свелась просто к ремонту дорог. Естественно, треть всех ДТП смертельных происходит в темное время суток, когда дороги пустые, они, естественно, отремонтированы, и по ним можно гонять. Ну, вот вчера я подошел после всего этого мероприятия к губернатору, он сказал... В мероприятии скажи, что не так. Что не так, да. Он сказал, что, конечно, это водители невменяемые, раз они, ну, что им нравится гонять на таких дорогах. Ну, я так понял, что транспортная мысль от Кирова ушла, в общем, очень далеко, и нам ее догонять и догонять, потому что принципы, которые сейчас действуют в других городах, там, вот и Швеции, программа Vision Zero, которую там многие города мира сейчас перенимают. Что это такое? Суть ее в том, что, то есть, они поняли, что человек, он либо нарочно, либо нечаянно, но он все равно будет допускать ошибки на дорогах. Если дорога, там, позволяет ехать ему 60-80 километров в час, он, там, с большой вероятностью будет это делать, если, там, не знаю, пустая, допустим, дорога, да, не встает он в пробке. Несмотря на ограничения. Да, человек, он очень уязвим в ДТП, то есть, он не может конкурировать с машиной, машина несколько тонн весит, человек, там, несколько десятков килограмм, то есть... Пешеход, вот, конкретно человек пешеход, или велосипедист. Ну, и пешеход, и водитель, и велосипедист, и все подряд, то есть, разные, там, бывают аварии. И? Вот, ну, и смысл концепции сводится к тому, чтобы, вот, работать над безопасностью именно дорожного движения. Тут, как раз, можно управлять скоростным режимом. Если будет безопасная, вот, скорость, там, 30-50 километров в час на местных улицах, да, это то, что нужно сейчас в нормы городостроительного проектирования вносить, такие изменения, то, ну, понятно, будет меньше тяжких последствий аварии, меньше смертей, будет возможность ездить велосипедистом, то есть, такая невидимая инфраструктура появится. Меньше будет шума, то есть, это тоже влияет на здоровье, там, на сердечно-судистое заболевание и так далее. Ну, и еще, там, можно будет выделять, там, места, допустим, под, ну, вот, на проезжей части под общественный транспорт и так далее. То есть, в принципе, вот эта концепция сводится к тому, чтобы как-то заботиться о безопасности больше. Вот мы сейчас, когда вот это все Игорь рассказывает, приходит понимание, что, когда мы говорим о велоинфраструктуре, мы не говорим об этом как просто о идее именно велосипеда. Не об этом совершенно речь идет, да? Да, конечно. Это как раз история про вот многогранность и взаимосвязь всего, потому что здесь и безопасность, и жизни людей, и изменение там, да, тротуарной сети, и дорожной сети, и скоростной режим, и здоровье людей. Вот, кстати говоря, когда заговорили про цифры, вот рассказывал Антон Абату. А можно, извините, я перебью? Про цифры? Про цифры, да, немножко скажу. Про ДТП я уже сказал, да, что там и количество аварий, и пострадавших, и погибших выросло, но, помимо того, у нас еще есть, но вот автомобилизация, все равно уровень автомобилизации увеличивается, у нас 70% вредных выбросов идет от автомобилей, вдоль дорог уровень шума превышен на 50-80%. Это и по Кирову, да? Да, по Кирову. Больше 200 тысяч человек у нас маломобильные, там 120 тысяч пенсионеров от 60 лет, 40 тысяч – это дети до 4 лет, 50 тысяч – инвалиды, там, и еще болезни, там, суставы, ну, с какими-то болезнями, да, которым трудно передвигаться. То есть есть большая часть вот такой категории населения, да, которым, там, может, они не могут или водить машину, или не хотят это делать, ну, уязвимых, в общем, таких категорий граждан, для которых нужно как раз вот делать улицы безопасными, не только дороги, но и в целом улицы. А у нас вот в этой программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, безопасности дорог, там основной показатель – это не повышение качества жизни, да, и, там, снижение смертности в ДТП, это ровные дороги, там, 85% ровных дорог. И километраж. Да, то есть такие формальные показатели. Снижение мест концентрации ДТП, допустим, там, на 15%, в которых… То есть не про человека, а про асфальт. Да, не про человека, в которых вот в этих местах там погибло… Вот очень хорошо, что ты это сказал, ты прямо еще раз проиллюстрировал то, что я хотела сказать. Я поняла, к кому надо с концепцией идти, не догадываетесь? Кому? Надо идти к Дмитрию Санычу Курдюмову, потому что это про человека. А Дмитрий Саныч Курдюмов, ежели он что начинает в своих проектах, он двигается семимильными шагами. Я сейчас без сарказма серьезно говорю. Потому что если он заинтересуется этим, вот этими цифрами, этой историей, и этим займется, то мне кажется, что проект получит гораздо большее ускорение, чем мы можем его придать любыми другими способами. Не полностью концепцию, но вот эти цифры я отправлял и в социальный блок, и в Министерство финансов, экономического развития, потому что это все сводится еще и к тому, что, допустим, погибло на 43 человека на дорогах, это же для экономики большой ущерб. Ну, понятно, что есть какие-то расчеты, которые считают человеческую жизнь, ну, и занижают эти цифры, допустим, по расчетам Росгостраха какого-нибудь, 3-4 миллиона, допустим, человеческая жизнь стоит, а по расчетам международных каких-то организаций в России человеческая жизнь стоит, ну, у нас в Кирове, кстати, там еще есть удельный вес. Бух мой, это оказывается сейчас. В Кирове дешевле, чем где-то еще. Да, в Кирове человеческая жизнь стоит дешевле, чем в Москве, допустим, на 34-35 миллионов рублей, то есть если мы это все перемножим, получим, что у нас там только из-за ДТП мы потеряли, грубо говоря, миллиард рублей, плюс еще смерти, там, 50% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологии. Вот, все туда. Слезность выхлопания, экология и прочее. Да, лидеры в структуре первичной заболеваемости и в общей заболеваемости, болезни органов дыхания у детей, у подростков и у взрослых. Вот я же говорю, Дмитрий Сянович. Ну, я им это все отправлял. Отправлял. И реакция. 15 секунд. Они переправляют друг друга, в общем. Что собираетесь делать в ближайшее время? Ну, я собираюсь еще эти предложения куда-то отправлять, то есть есть интересующиеся люди, общественники, которые там имеют выход еще куда-то, допустим, на администрацию. Вот потихоньку знакомлюсь с этой концепцией. Артему вот отправлял, он сказал, что я еще раз обращусь, не знаю, почему там мне сказали, что миллиард рублей, это стоит миллиарды рублей, но я как бы предлагаю изменить только принципы и бюджет, который выделяется на транспорт, просто его с новыми принципами начать расходовать, то есть какие-то новые суммы тут не нужны. Понятно. Ну вот скажи, что не так. Мы с продолжением круглого стола вчерашнего. Было сегодня в эфире нашей радиостанции. Благодарим Игоря Багина и Антона Абатурова. Уходим сейчас на новости, тематические программы и рекламу. А в следующем часе Роман Береснев, руководитель Федерации профсоюзов Кировской области, расскажет, чем белая зарплата отличается от серой и от черной.